А почему он не инстасамец тогда? А, действительно. Олег, почему ты не инстасамец? Потому что я манекен. Он манекен, простите. Почему вы не спрашиваете у Даши, почему она не манекенщится? Я знаешь, я инстамуж. Моему мужу приходится меня часто фотографировать. Да, поэтому он инстаграм. Нихуя себе голубой огонек отжигает. Инстамуж. Ты даже фотографируешь? 91-го года. Жену не фотографируешь? Они не только фото, он и видео снимает. Ты погугли, видео снимет. Такое, там и видео. А точно нам уже можно? Нам уже можно такое? Вам тоже можно снимать такое? Конечно, можно. Погуглите. Погуглите, погуглите. Да, да. К вечеру захотите вдохновиться? Погуглите. У них очень горячее видео. Вот. Я, например, каждый день смотрю. Ну, что он-то смотрит, понятно, в принципе. Я бы тоже смотрел. Ну, ребята, пилят и музыкальный контент. Знаешь ли ты что-то по музыке? Вот то, что Инстасамка поет. Нет, я знаю, что рэпер, рэперша. Да? А треки какие-нибудь, может, хоть чуть-чуть? Ну, вот с треками сложновато, честно скажу. Мотивчик, хотя бы, где-нибудь, что-то обязательно. Хорошо, ну, а вы знаете про Валерию? Ну, я знаю, у меня мама, когда мне было лет 8, она ехала в Матиссе, когда первая ее тачка была, она такая, девочка. И чат, пожалуйста. А, серьезно? И ты с тех пор, у тебя детская травма, да? Нет, нет, я сразу... Это не сальная башка, это типа модно так, ты не шарик. Я знаю, сразу с мамой, бабушкой, они там просто... Не, я просто, судя по тому, как ты показывала, мама в этот момент отпустила руль, поэтому... Это дворники, нет, это дворники просто. А, в каком настроении на сегодняшний выпуск? Готовы вы представлять свои поколения? Готовы вы зарубиться, так сказать, за музыкальные вкусы ваших... Мне просто интересно, на самом деле. Пока что они обнюхивают друг друга. А где, собственно, контент, где выебываться начинают, блядь? Там, блядь, ну... Там, где про соду лав. А где про соду лав? 1257? Не, вы мне тайминг скажите, чтобы я посмотрел, типа... После песни соды, блядь, я ебал тут нахуй час мотать. Почему так сизили на глаза, блядь? Блядь. Ой, пиздец, короче, самому придется найти, видимо. А, во. О, боже. Такое на первом не исполнишь. Да. Я вообще никогда не высказываю свое мнение, но у меня полное впечатление, что человек решил напилить все маты, грязные слова. В натуре, блин. А мы тебе сейчас покажем. А давайте посмотрим текст этой песни. А ты, кто читаете стихи? Боже, пожалуйста. Расскажи, Иосиф, про что говорит нам лирический герой этой песни? Ну, в принципе, его возбудило чья-то жопу. Прекрасно. Мои ноздри белые, как ты думаешь, о чем это? Ребят, вы как относитесь? У нас все с бизнесом хорошо, поэтому отрицательно. Отрицательно. Внимание. Дудь на этом уже погорел. У всех, у всех, у кого дела очень плохо. Не, я-то тоже против. Я просто пересказываю про что это. Вы сами заставили бы это прочитать? Ну, подставили, Макс! Подставили! Не, я понял, честно говоря... Ты подставил моего мужа! Бля, ебать, кринж, вообще, пиздец, нахуй, ёб твою мать, блядь. И кто вообще их посадил? Ну, я так понимаю, тут фишка в том, что старое поколение с новым встречается, да? Я честно скажу, когда у меня был большой лейбл, и ко мне приходили люди, и я понимал, что они... Я сразу отказывался от контракта. Не, ну понятно, что про всех что-то... Берем в штаб, то если человек как-то с этим связан, мы его сразу же... Ну, Кажется, неадекватно, как можно делать? Не, жалко, да, кто зависим, тот безответственный. Когда вот на моем лейбл выходил король и шут, мне жалко было горшка, именно потому что вот эта фигня его погубила, он бы мог жить, работать. Да ладно, к тебе на лейбл приходил король и шут, я их выпускал. У меня возле дома был, написано, горшок жив, вот я жил где-то... Он хороший парень был, хороший парень был. Это что, знаешь? Солист, король группы, умер. Его звали горшок? Киш? Не, у него фамилия была горшков. А что это такое было? Киш? Киш, это так коротко их называли, король и шут, да. Это такая аббревиатура была. Я помню, когда я бегал куст... Это были Soda Love и Why Berry. Почему ягоды? Why Berry? А мы это еще не слушали. Why Berry? Нет, это вы только что слушали. Big Ass. Это была композиция? А, вот эта трешка была. Большая... Задница. А, да, точно. Задница, блин. Реально, опа. Скажи, вот на них люди ходят? Скажи, на них люди ходят? Ну, эта музыка не продается, эта музыка в минус идет. Вот. А зачем ее пишут? А тогда мне это неинтересно. Ну, я про это и говорю. Ээээ, натуря, блядь. А самим им типа нравится? Мне больше интересно, когда включат треки инстасамки, прям вообще будет пук, шренька, блядь. То есть они делают, что им нравится? Ну, они для себя делают. То есть Soda Love не топчик, да? Нет, просто им нравится. Я не знаю, они не запариваются, но звучит... Они просто угорают и все, да? То есть у них вала нет? Нет, они покайфуют, они просто делают, чем хочется. Ну да, у них просто дохода ноль. Ну, по сравнению с тем, что мы делаем это вообще. Да нет, я у вас видел, полные клубы. Алло. Итак, давайте. Soda Love, Whiteberry, Big S. Оценка. Один. Это прям, честно, да. Да, прям даже ноль. А ноль можно? За тебя, Макс. А ноль можно? Нет, нельзя. Уже Лариса Долина спрашивала. Для песенков. Итак, один, один, мнение зрителей. Всем привет, меня зовут Дамир. Я профессиональный певец. Но на данный момент работаю в проекте мэра. Включай. В проекте мэра? В проекте песни. Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебя погладил ногами пить? Еще тебе, блядь, надо. Собирай свой грамп и вот привезь я. Я такое не слушаю и честно думал, что... Это че, мне не эксперта или что, блядь? Кто это? Это эксперт? Так как ваша программа любит казахов, то я думал услышать какие-то казахские напевы, но... Наша программа любит казахов. Это честный балл. Ну че, много рэперов хороших казахов. Ну музыку я услышал, да простят мои педагоги из консерватории, я такое не слушаю. А почему простят? Что-то качевое, питовое, но... А почему педагоги? Я люблю что-то напевное. Блядь, это прям меня передергивает от этого слова ебаного, хотя ничего в нем такого и нет. Ну музыкальная, наверное. Музыка мелодичная. Ну вообще, я люблю казахских исполнителей из Криптонита, Дос, The Queen. Я этой песне ставлю 5 баллов. Потому что у меня сегодня хорошее настроение. Это аргумент. Да, ну вы знаете, это рекорд нашей программы. Владислав Содолав, прости, пожалуйста, никакого заговора здесь не было. Итак, 1, 1, 2, плюс 5, еще потому что он в хорошем настроении. 7 баллов. Это 7? Хорошо. Для начала пойдет. Дорогой Содолав, как сказали бы мы с Бустером, это не трек, а... Бустером? Да с Бустером алоэ. Сказали, блядь. У нас эксклюзив. Я буду делать себе за... Бля, он в курсе вообще, что Бустер-то залетал, в принципе. Но я пока не решила импланты. А по-моему у них было, да, Содолав и Бустер-планты. Или жир перекачивать или... Короче, я в процессе пока решаю. Лучше жир закачай, не надо тебе импланты. Не импланты. Иосиф опытный посоветовал. Послушай, я тебе посоветую одного человека. Скажи, ты куда пошла? Я никуда не пошла. Вау! Зачем что-то закачивать? Тебе не надо? Повернись. Вам не надо, вы секси, вы бентли, вам не нужно. Вы бентли, вам не нужна прокачка. У меня есть цель, и я иду к ней. Я вообще, вот честно, мне нравятся натуральные девушки. А мне нравятся ненатуральные все-таки. Я тебе скажу, что, представляешь, сколько я бился-то, чтобы ты ничего не делал? А я что, планировала, что ли? Блядь, что ли? Только губы и грудь, и все. Я даже губы не планировала. Посмотрите, как одновременно жены сжали локти своих мужей. Где это? Заткнись, сука. Нет, на самом деле, у нее реально кроме губ и груди ничего не сделано. Нет, про губы я знаю, потому что она у меня была при Сюткине. Все было чуть меньше. Сюткин крутой тип. Ребята, так как вы нашли общий язык. Сука, жесть. Я предлагаю супер коллаб. Чтобы не тратиться. Да? Берем немножко жира с Йосифом. И туда. У меня много здесь, сто килограмм. Забирай. Макс. Представляешь? И у него меньше. И у меня. И Дашка рада. Забирай мой жир. Все, я отдаю тебе. На попу. Вот это ход конем. Спродюсируй ей жопу. Это как перелить кровь практически. Такие имена. Имена. Мы про жир говорили. А ты, я смотрю, готов на любые эксперименты на своей женщине. Бля, ебать это пиздец. Слышите, кто это смотрит вообще? Помимо меня сейчас. Я еще не понимаю, типа, там надо просто час забить какой-то хуёвым обсуждением чего-либо или что? Не жир. Если одна и та же группа в целом. Прикиньте, Иосиф Пригожин и Стасом Тиклач. Немножко короля из шута в Даше. Это круто. Итак, ну что, я уже запутался. У нас остался всего один трек. Вы так классно спелись. Причем еще до того, как вы сделали коллабы. У нас всего один трек остался. Это единственный случай, когда я жалею, что остался всего один. А мы слушаем это только, ну... Мы старое и не слушаем, только новое. Да-да-да. Конечно, это все свежий трек. Это что-то новое. Ну это в стиле 90-х, 80-х. Пошли. Я не ранен, и тобой непобежденный вовсе. Кто последний раз вообще слышал Лазарева, блядь? Ты тысячи, блядь. В десятом, блядь, может? Сергей Лазарев? Это Митя Фомин? Я голос не узнал. Как где на хуйню-то несет, блядь? Или Лазарев, или Митя Фомин? Непонятно. Нет, это что-то... Может быть Митя Фомин, нет? Я не узнал. А у меня маска продолжается. Кто это? Кто это? Ха-ха-ха-ха. Пусть из ароматов. Билан... Йблан. Нет, не Билан! Нет, не Билан! Ну...наверное, достаточно да? Даша, твоя версия, кто это? либо митя фавин либо лазарев серёжа если это что-то современное то это очень плохо потому что в наше время сейчас такое делать я думаю так скажи про жопу было интересно и точки зрения нет не то что тут не обязательно даже я рулю фишкой и шка рулит мной и но миссан это группа города что думает старшее поколение я вообще не люблю 8 вот поп-музыка 80-х честно скажу серьезно что бля ебать там пизде ой фубе и ебаный в рот нахуй мы не смогли потом заказать за валерий прическу даже однажды сделал бля прям вот прям прям раздражает что ли я хуй знает один наш друг вообще не почему-то твои операции пригужина тоже растачат на как у меня и я уже сказала где сиськи сделано случайно кстати могу сказать и ты хорошо сделал куда пойдут у меня я говорю тебя расхватает на хуй то какая-то блять я не могу это смотреть бей